Это программа «Оперативная съемка». Здравствуйте! И сразу главным новостям недели. Правоохранители органы взяли под стражу вице-губернатора края Сергея Сидоренко. 16 студентов ДВФУ оказались в больнице с кишечным отравлением после обеда в местном кафе. И житель Владивостока открыл стрельбу на улице. Об этих и других новостях в Дайджесте. 19 декабря. Жители улицы Бестужева и чиновники от забора перешли за стол переговоров. На этот раз их встреча состоялась уже в стенах городской думы. Обсудить строительство супермаркета на месте придомового сквера пришли депутаты, архитекторы, общественные деятели и зачинщик стройки Дмитрий Сулиев. Первый вопрос, который интересовал практически всех присутствующих, а есть ли разрешение на стройку магазина. Это разрешение не с первого раза, правда, было, но было выдано. Потому что право на землю. У него было удостоверено договор о маренте семейного участка. После двух часов обсуждения насущной проблемы поступило предложение от депутатов на время приостановить строительство супермаркета и создать согласительную комиссию, которая придет к консенсусу. 20 декабря правоохранительные органы взяли под стражу вице-губернатора края Сергея Сидоренко, курирующего сельское хозяйство Приморья. Его обвиняют в присвоении 40 миллионов рублей из федерального бюджета, которые были направлены на устранение ущерба от тайфуна Lionrock. Сейчас чиновник находится под домашним арестом. 21 декабря 16 студентов ДВФУ оказались в больнице с кишечным отравлением после обеда в местном кафе. Прокуратура возбудила проверку по факту случившегося. В итоге у студентов диагностировали сальмонеллез. Сейчас, по решению полиции, деятельность кафе приостановлена. 21 декабря во Владивостоке на ходу загорелся грузовик. Автомобиль вспыхнул на объездной седан Капатрокол. Пламя мгновенно охватило грузовик. Жертв и пострадавших нет. Водитель грузовика успел вовремя покинуть салон авто. 21 декабря очередные автолюбители устроили драку. Причины конфликта неизвестны, но потасовка получилась весьма зрелищной. Произошло это вечером во время затора на второй речке. Началось все классически. Водители что-то не поделили друг с другом и начали громкую перебранку из окон машин. Но слов оказалось мало. Парни, не обращая ни на кого внимания, остановили свое авто на проезжей части и устроили батл прямо на дороге. Конфликт был исчерпан буквально за считанные секунды, убедительной победой одного из дрочунов. 22 декабря житель Владивостока открыл стрельбу на улице. Так он отреагировал на конфликт с четырьмя хулиганами. До перестрелки агрессоры выбили стекло в продуктовом магазине около Казанского моста, перевернули урну и пристали к прохожему. В том числе и осыпали его нецензурной бранью. В ответ гражданин достал травматический пистолет и стал стрелять. После этого мужчина уехал. Все участники конфликта живы. 22 декабря на Владивосток и юг Приморья обрушился циклон. Обильные осадки, северный ветер и низкая температура за окном. Непогода для города и края неожиданностью не стала. Однако, несмотря на все предупреждения, автомобилисты выехали на личном транспорте. В результате в городе, где и без того гололедица и плохая видимость, пробки в 10 баллов. Автолюбители, возможно, больше не будут получать денежную компенсацию по ОСАГО. Эта новость взбудоражила многих владельцев транспортных средств. Каздума приняла в первом чтении законопроекта о приоритете натурального возмещения вреда над денежной выплатой. Если закон примут, то преимущественной формой выплаты компенсации по ОСАГО станет непосредственный ремонт машины. О плюсах и минусах рассматриваемого законопроекта мы поговорим с адвокатом Константином Шугаем. Константин Николаевич, здравствуйте. И скажите, пожалуйста, что спровоцировало страховщиков на изменения в ОСАГО? Изменения, которые касаются приоритета натуральной выплаты над денежным возмещением, страховщики определили с учетом их крайним недовольством, деятельностью посредников, как они их называют автоюристы, которые, опять же, по мнению страховщиков, совершая мошеннические действия, получают необоснованные, огромные денежные средства от страховщиков. Это обстоятельство они озвучили на прямой линии с президентом Российской Федерации, сообщили, что буквально автоюристы, мошенники через суды Российской Федерации получают денежные средства. А страховые компании необоснованно заявление, но по меньшей мере удивительное, хотя бы потому, что буквально на этой же прямой линии президент обратил внимание на безобразие, которое имеет место быть в рамках вынесения судебных актов, а именно приговоров. Конкретно упомянул уголовное дело, по которому осужден человек за то, что имел преступное намерение обратиться с жалобой в прокуратуру одного из субъектов Российской Федерации. То есть, по сути дела, в нашей ситуации страховщики говорят о том же самом. Что такое мошенничество? Мошенничество – это, так сказать, получение негодяям от кого-то денег за услуги, товары, которые он в принципе не намерен представлять или не намерен предлагать, или не намерен осуществлять эти услуги. Вот это мошенничество. Что такое автоюристы-мошенники? Это люди, которые, используя процессуальные права, подают исковые заявления в суды Российской Федерации и на основании действующих норм АБСАГО, Закона о защите прав потребителей, взыскивают денежные средства с недобросовестных страховщиков. То есть, по сути дела, они страховщики. Пытаются нас убедить в том, что существует некий сговор, что ли, между судебной системой, этими так называемыми автоюристами и, самое главное, потребителями этой услуги, которые, я имею в виду пострадавших в ДТП, которые, в свою очередь, собственно, и кормят эти страховые компании. То есть, и автоюристы, я так думаю, появились неспроста, правильно же? Наверное, есть на то были причины. Совершенно верно. И самая простая причина заключается в том, что подавляющее количество граждан, которые стали потерпевшими в дорожных происшествиях, совершенно недовольны тем размером выплат, который осуществляют страховщики. Давайте не будем забывать, что у нас достаточно долго, так сказать, практикуется уже применение этого закона с 2003 года. Собственно говоря, в настоящее время достаточно отрегулировали эти отношения. Более того, последние изменения в ОСАГО касались как раз альтернативы между натуральным возмещением и денежным возмещением, когда страховщики заключают договоры с какими-то ремонтными организациями и предлагают при наступлении событий потерпевшему выбрать либо ремонт, либо денежную сумму. То есть нынешние инициативы, направленные на, так они называют мягко, приоритетное натуральное возмещение, по сути дела, будет означать лишение права человека вот этого выбора между деньгами и, так сказать, ремонтом на сервисе, с которым работает та или иная страховая компания. Позиция страховщиков ясна. А вот с какими сложностями тогда столкнутся автомобилисты, если этот законопроект в 2017 году все же примут? В сложности я бы разделил на два блока. Первый – это вообще возможность той или иной страховой организации предложить натуральное возмещение в сегодняшней редакции, которую вот в первом чтении послушали. В Госдуме этих сервисов у каждой страховой организации должно быть несколько. При заключении договора страхования каждый из нас должен получить некий перечень организаций, с которыми работает, ремонтных организаций, с которыми работает страховая компания, в которой мы пришли за полисом, с тем, чтобы мы выбрали ту или иную из предложенных. Я не знаю, может быть, и в Москве, в Московской области существуют некие сетевые структуры, да, ремонтные, которые, ну, собственно, на потоке, да, ремонтируют транспортные средства. В Ливосток, Приморский край такими возможностями не располагают. По большому счету, ну, я водитель почти с 25-летним стажем знаю, что, допустим, определенные виды работ хорошо делают в одной мастерской, другие виды работ в другой мастерской, там, я не знаю, там, автоэлектрик, маляр и так далее. В каждой там какой-то организации есть специалисты. Поэтому ремонт, как правило, это комплексной организации, куда ты загнал, и тебе под ключ сделали все в идеале. Ну, это нереально. Это одно. Второе. Некоторые страховщики во Владивостоке, во всяком случае, на собственном опыте знают, чем чреваты подобного рода механизмы. Заключая договор с той или иной ремонтной организацией, рассчитывают на то, что гражданин машину поставил, ставят туда, ее починят, помоют, вручат хозяину, выставят еще в страховой компании, она его оплатит, тем самым регулирует убыток. На практике, к сожалению, все иначе. Получает человек, выбравший натуральную форму возмещения направления в сервис, туда приезжает и начинает сталкиваться с проблемами различного свойства. В первую очередь, это построение самих взаимоотношений с этой ремонтной организацией. Если я, как посторонний потребитель, приезжаю в ремонтную организацию, меня интересует договор. В этом договоре должны быть указаны сроки, объемы работ, ответственность и так далее и тому подобное. Все, что необходимо при заключении таких договоров. Когда я приезжаю по направлению страховой компании, никто не спрашивает моего мнения относительно желания этот договор подписывать. Потому что договор у них на ремонт моей машины заключен с страховой организацией. Соответственно, начинаются проблемы со сроками, с процедурами, которые согласовываются без моего участия между ремонтом организации и страховой организацией. В конечном итоге, я через какое-то время, как правило, совершенно отличное от тех сроков, которые я как бы как частное лицо бы получил, забираю машину. Она там на определенном гарантийном сроке. И когда начинаются, начинают появляться какие-то недоделки, проблемы с некачественным ремонтом и так далее, я начинаю обращаться в страховой, точнее, в ремонтную организацию. Они в случае говорят, мы ничего не знаем, мы действовали по направлению страховой компании, мы машину вам сделали, вы акт подписали, страховая нам заплатила, до свидания. Два года назад в закон об ОСАГО внесены изменения с этим альтернативным вариантом, то есть, либо натуральное возмещение, либо денежное. Ключевым моментом, который обсуждался и который необходимо было урегулировать, это вопрос, кто отвечает за сроки и качество этого ремонта. В конечном итоге в законе четко и вполне в интересах потерпевших прописано, отвечает за качество ремонта страховщик, который направил в ту или иную организацию. Следовательно, когда возникают проблемы, связанные с качеством, потерпевшие это обстоятельство устанавливают с помощью экспертной организации, торгово-промышленной палаты, специалистов, которые располагают возможность установить, сделан был ремонт качества или не сделан. И с требованием обращается страховая организация, где требуют денежное возмещение, где требуют соответствующие санкции за неисполнение, точнее за нарушение прав потребителя и в конечном итоге санкции, которые предусмотрены законом Аббасага, это неустойки. В результате страховая компания и уже уплатила по счету организации, как они там будут разбираться, потерпевшего не касается автосервису. А клиенту она должна заплатить в рамках того договора, который есть, я имею в виду договора ОСАГО. Соответственно, для человека потерпевшего это получается двойной круг, то есть сначала он, грубо говоря, тратит время, нервы и деньги, в любом случае деньги какие-то на осуществление ремонта, а потом еще спорит страховая компания для того, чтобы как-то компенсировать свои потери. То есть для того, чтобы это делать, то есть возмещение в натуральном виде, по меньшей мере требуются некие стандарты ремонта, которые до юра отсутствуют. То есть есть какие-то там прописанные еще в советские времена ГОСТы, СНИПы и так далее, которые определяют технологические процессы, методологию ремонта транспортных средств, выпущенных заводами ВАЗ, ГАЗ и кем-нибудь еще МАЗ. Сегодня, в частности, в Владивостоке, да и вообще во всей стране иномарки занимают огромную долю парка. Каких-либо вот таких регуляторов технических, связанных с производством ремонта этих машин не существует. Да, есть официальные дилеры, какие-то организации, которые имеют специальное разрешение от производителя осуществлять ремонт, гарантийное обслуживание. Но это единицы, это частные как бы случаи, да, отдельные. В большинстве своем жители Владивостока ездят на бывших употреблениях японских автомобилях. Да, наши ремонтные организации научились их ремонтировать. Да, особых проблем нет с приобретением запасных частей. Тут же встает вопрос. Когда страховщики сейчас предлагают вот так называемое приоритетное возмещение в натуральном виде, они в качестве, ну что ли, акта доброй воли, с плюса, да, говорят о том, что если, значит, будет осуществляться ремонт, то мы не будем применять процент износа, вам будут устанавливать новые детали. Кто это проконтролирует? Как это проконтролируется? Ну то есть, что... То есть, сам клиент может сделать, как сможет. Ну да, а как он это сделает? Ну, совершенно никак. Все зависит, ну, от сложности ремонта, да, там где-то ходовую часть, там, я не знаю, ну, в конечном итоге замена, там, какой-то детали того же бампера, если речь идет о новом, предполагают замену, там, всех креплений, там, не знаю, крокодилов, как их называют, там, и так далее. Ну, как это потом отследить? Никак. Будут злоупотребления? Будут. Однозначно будут. При этом сегодня более-менее адекватно применение этой единой методики, которая сейчас существует для определения размера ущерба, и фактической стоимости ремонта. То есть, все эти истории с автоюристами, они связаны, в первую очередь, тем, что человеку выплачивают, там, какие-то деньги, да, он приезжает в автосервис, мне говорят, мы за эти не сможем, ну, как минимум половина или, там, две трети тебе заплатили, нам недостаточно. Они начинают обращаться за защитой. Я практикую эти споры, вот именно на том этапе, когда человек обратился в страховую компанию, как положено, за выплату, ему заплатили три копейки, и сказали, ну, если хочешь, обращайся с претензией. Он обращается ко мне, мы с ним работаем. Страховщики в большей степени страдают от автоюристов несколько иного профиля, да. То есть, у нас сегодня, ну, не секрет, все участники ДТП об этом знают, такая некая аналогия с похоронным бизнесом. То есть, ты на месте происшествия, ты еще не дождался ГАИ, там, или еще не закончил писать НЕВА протокол, уже появляется человек, который говорит, вот тебе 50 тысяч, пиши мне уступку, да, и поезжай. Как бы там в натуральном виде, не в натуральном виде. То есть, запретить гражданам свободно участвовать в реализации своих прав и обязанности, своих прав невозможно. Следовательно, я на дороге, получив предложение такого персонажа, руководствуясь своими собственными резонами. Говорю, да, давай, 30 мне хватит, я там, у дяди Васи, в гараже соседу поеду, сделаю эту проблему, которая у меня возникла. И пишу ему уступку права. Это мое совершенное право, никто его ограничить не может. Он, в свою очередь, становясь, ну, так называемой, стеонарием, да, то есть, получив от меня это право, его реализует так же, как реализовал бы я в страховой организации. Вместе с этими деньгами, которые рассчитают страховые подобного рода деятели, получают штрафы, получают неустойки. Соответственно, страховщик понимает, что если бы не был этот посредник, да, осведомленный о своих правах и обязанностях от и до, они бы заплатили благополучно, там, 30 тысяч рублей этому потерпевшему и давно о нем бы забыли. А так, человек, который купил эти обязательства у потерпевшего, да, точнее, его права, требования купил, он в 30 заплатил ему, ну, как минимум 100 взыщется страховой, то есть, конечно, у него там маржа зашкаливает, он за 200-300 процентов. И это, к сожалению, ну, бизнес. Поэтому для страховщиков это уже, они, получается, несут уже убытки, и для них это... Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому вот в данном случае я на что хочу обратить внимание. Для того, чтобы избавиться от подобного рода посредников, добросовестно или нет, это сейчас не имеет значения, нужно просто платить надлежащим образом. Просто нормально платить. А не так, ну, вот большинство страховщиков, просто на своем опыте знаю, руководствуются, в общем-то, очень простой формулой. Всем платим половинку, половинка из этих людей не пойдет никуда, так сказать, утрется, возьмет эти деньги и утрется. Другая поспорит, может быть, выиграет. По факту, они все равно в плюсе. И вот эти их стинания там о том, что там автомошенники, там их грабят, это, ну, на самом деле, не совсем честно с их стороны. Потому что уж они-то зарабатывают деньги, пусть здоровы. Константин Николаевич, ну, я правильно понимаю, что некоторые страховые компании уже практикуют такую систему, как либо выплаты денежные, либо ремонт автомобиля. Вот были ли уже судебные прецеденты по этому поводу, именно по некачественному ремонту обращались люди? Да, безусловно, обращались. Ну, пожалуй, вот самый последний случай отремонтировал человек, ну, точнее, отправил, получил направление страховой компании, отправился заремонтировать, что-то там сделали через две недели. Ну, а там ситуация какая, да, вот, кстати, это очень специфичный момент. То есть он приезжает в страховую организацию, в ремонтную организацию забирать машину. Он видит, ну, что, простите, как бы там, то это дело непонятно. Качество, соответственно, никаким образом не, ну, не соответствует его требованиям. Ему говорят, мы ничего не знаем, мы машину не отдадим, по кого не подпишите акт приема-передачи. Естественно, он акт приема-передачи подписывает, машину забирает, ну, начинает на ней перемещаться. Через две недели те проблемы, которые были видны еще в сервисе, усугубляются настолько, что там такие зазоры спали с толщиной, там начинает, то есть, осыпаться там эта шпаклевка, шпаклевка, да, которую использовали ремонтные организации. Он обращается к независимым экспертам, которые говорят, ну, конечно, это кто-то делал, там, совершенно непрофессионально и совершенно некачественно. Он вынужден делать оценку ущерба, независимо, калькуляцию. И уже с этой калькуляцией, обращаясь ко мне, мы обращаемся с претензией, страховая компания ее игнорирует, мы обращаемся в суд, просто судебный порядок обязателен, поскольку речь идет о защите прав потребителей. Суд устанавливает данное обстоятельство, находит требования обоснованными, взыскивает денежную сумму. Поскольку нарушение прав потребителей имело место в связи с отсутствием реакции на претензию, взыскивается штраф в размере 50% от стоимости этого ремонта, после исполнения судебного решения потерпевший направляет претензию в искание неустойки. Она сегодня составляет по закону 1% в день от суммы вот этой стоимости этого ремонта. В результате вместо тех 50 тысяч, которые страховая должна была выплатить, он сам бы там искал себе сервис, он потерял полгода, связанные с этим ремонтом огромное количество нервов, вот, кстати, испортил себе этими взаимоотношениями. В конечном итоге эти 50 тысяч получил страховой компании, там плюс еще 75 штрафов неустойки. Страховая компания, кроме этих выплат, еще там заплатила сколько, неизвестно, этой ремонтной организации. Ну, это опыт, да, конечно, отрицательный, да, отрицательный, хотя, как бы, какой бы опыт не был, да, отрицательный положительный, но все равно опыт. Поэтому я думаю, что те страховщики, которые уже попробовали этот механизм, а я еще раз повторю, он прописан сейчас в законе, вот эта альтернатива между натуральным и денежным возмещением, они вряд ли в восторге. То есть, инициатива подобного рода принудительного натурального возмещения, я еще раз говорю, она актуальна для Москвы и Московской области, где есть сетевые структуры, занимающиеся авторемонтом. Причем, ну, сама структура автопарка другая, да, то есть, ездит там у них хрено, там, которые там собирают в российских городах, да, естественно, никто не будет там заниматься каким-то кузовным ремонтом, там, грубо говоря, просто поменяют на другую машину и, собственно, заморачиваться не будут запчасти, которые мы использовали в другое время, в другом, при другом ремонте. Потерпевший будет доволен. Наверное, если бы у нас были такие возможности здесь, я бы тоже, мне было бы проще взять там какую-то машину, которую мне предоставят на время ремонта, да, поездить, потом забрать свою с замененными деталями и так далее. Но, опять же, есть еще такой, такая часть убытка, как утрата товарного вида транспортного средства. Я купил в салоне новую машину, красивую, меня ударили, я потерял стоимость в качестве, ну, в виде утраты товарной стоимости, потому что я захочу ее продать, мне скажут, нет, машина была в аварии, она у тебя битая, поэтому сразу дисконт по цене. Это вообще никак не учитывается. А в действующем законе вопрос, связанный с утратой товарного вида, он четко прописан, четко определен, это часть ущерба, которой причиняется автомобиль. А как вы думаете, действительно в 2017 году этот рассматриваемый законопроект все же примут и он заработает? Честно говоря, я испытываю большие сомнения в том, что в следующем году им удастся это сделать. То есть, что сейчас? Сейчас закон прошел первое чтение. Совершенно сырое, и поэтому ко второму чтению сразу нескольким структурам необходимо представить свои поправки. Центробанку, в первую очередь, как регулятору страховых этих правоотношений, правительству Российской Федерации, Российскому Союзу Автостраховщиков. Я так понимаю, что немножко на себя одеяло затягивает и Всероссийский Союз Страховщиков. То есть, это немножко разные структуры. ВСС объединяет всех, РСА объединяет только тех, кто в том числе имеет лицензию на страхование ОСАГО. И еще один специфичный момент есть. Вот этот приоритетный порядок натурального возмещения будет претерпевать некие корректировки с учетом, прям так и прописывают, тяжелого положения, материального положения потерпевшего. Есть такое понятие в правовой природе, и они сюда его. То есть, с чем это связано непонятно, но примечательно вот что. Наличие или отсутствие этих тяжелых условиях у каждого конкретно потерпевшего будет решать некая комиссия, которая будет формироваться Российским Союзом Страховщиков. Ну, простите, как-то выглядит совершенно дико. Ну, что они будут делать? Будут приезжать к потерпевшим домой для того, чтобы определять, насколько их положение тяжелое. Опять же, тяжелое положение это когда, ну, извините, на кусок хлеба не хватает. А речь идет о автовладельце, который имеет транспортное средство, пусть это не роскошь, а средство передвижения, но, тем не менее, у него достаточно средств ее иметь, содержать, заправлять, в конце концов, и со всеми вытекающими. Приобретать полис ОСАГО. В том числе. В том числе. Не такой уж и дешевый, как он на первый взгляд кажется. Абсолютно. Поэтому перспективы принятия в 2017 году весьма призрачные. Было бы, наверное, разумно и конструктивно, во всяком случае, сделать какой-нибудь пилотный проект в каком-нибудь регионе. Попробовать, как это будет, да. Либо из тех фондов, которые формируются, но и резервируются страховщиками в рамках ОСАГО, направить их на так называемую диверсификацию. То есть пусть страховщики создадут эти сети ремонтных организаций, снабдят их оборудованием, подготовят специалистов. И там года через три, через пять сформируют автопарк, замены машин. Потому что, допустим, сегодня я как могу поступить? Я попал в ДТП, машина повреждена, я поставил ее в сервис, взял в аренду машину и езжу. Мне надо ездить. Это мой убыток. Если бы не был кто-то виноват в том, что повредил мою машину, я бы ездил на своей. В данном случае я должен брать в аренду другую, ездить на ней. Это тоже мой ущерб, это прямой ущерб, вызванный их дорожно-трассным происшествием. Как страховые компании будут с этим разбираться, мне совершенно непонятно. Если они будут предлагать сервис, когда я приехал, отдал машину ремонтникам, сел на какую-то другую, там, неважно даже на какую, да, там, того класса, не того, это все равно. И поехал по своим делам, а через какое-то время приехал, эту оставил свою, забрал. Наверное, да. Ну, при этом, конечно, не имея никаких претензий по качеству ремонта. Ну, да. Но об этом можно только рассуждать. Ну, да, мечтать. И мечтать, да. Константин Николаевич, спасибо вам. Не за что. Не за что. Напомню, сегодня мы говорили о возможных изменениях в ОСАГО в 2017 году с адвокатом Константином Шугаем. На сегодня все. До встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok